Всем привет! Добро пожаловать на канал Путь Казуара. Давно не было видео. Дело в том, что я занимался сценарием аэродрома Донецк. Что я хочу рассказать про этот аэродром и что меня связывает с Донецком. Сам я в Киеве и когда-то я болел за футбольный клуб Динамо Киев. Вообще-то я и сейчас болел за футбольный клуб Динамо Киев, но когда-то я болел активно. И ездил на некоторые выезды, на финалы кубков. Это было еще во время университета, может даже школы. Пока грузится симулятор. Вот я нашел папку с фотками с того времени. 4 августа 2013 года Динамо Шахтер. Бесплатный поезд организовали для болельщиков Динамо Киев. Киев-Донецк-Киев на матч чемпионата Украина-Шахтер-Донецк. Динамо, кстати, проиграла тогда 3-1. И как вы знаете, проходила Евро 2012 футбольный чемпионат. Он проводится раз в 4 года. Проходил в Украине и Польше. И в Украине одним из городов, которые принимали Евро, был именно Донецк. В Донецке к этому событию, начиная с 2009 года, строили уже стадионы, инфраструктуру и прочие какие-то вещи, которые должна была построить Украина для того, чтобы принять это Евро. Ну, все как всегда. Гостиницы. Ну, все развивалось. Вот можем посмотреть на фотографии. Миллионы, миллиарды долларов. В общем, все работало отлично. Это 2012 год. Вот. И в 2014 году, в квитне, в апреле, то есть это 9 лет назад, началась война. Но, как сейчас мы говорим, широкомасштабная война началась в 2022 году. Но для людей, которые жили в тех областях, война началась тогда. Тогда и для армии украинской тоже. Вот. И Донецкий аэропорт стал таким символом противостояния Украины. В апреле началась эта война. И уже через 4 месяца Донецкий аэропорт был полностью разрушен. И защитники, которые его защищали, украинские, вот, их прозвали киборгами. Я не знаю, если здесь. Воспоминания. Фильм киборги был. Книга. Аэропорт был в 2015 году. Локация аэропорт на карте в Call of Duty Warzone. Так вот выглядит диспетчерская война. В 2014 году был. Вот так вот выглядел в начале 2014 года. А в травне 2014 года он уже полностью разрушен. Но и как все, Русня все разрушила. Нахер. И теперь там ни самолетов, ни аэропорта, ничего нет. Сейчас эта территория оккупирована Россией. И называется эта территория Донецкая Луганская Народные Республики. Теперь давайте к более интересному. Это в 2010 году построили замечательный аэродром. И что прикольно, то здесь в Google Earth Pro можно вернуть время назад и посмотреть, как аэродром выглядел. Давайте посмотрим, как он выглядел, например, в 2002 году. Сильно не прогружается. Ну, давайте 2007 фиг с ним. Так, вот загрузилось. Смотрим, такой небольшой аэродромчик. Значит, здесь полоса была примерно, я не знаю, 2,5 километра, может быть. Был перрон. Терминальчик небольшой. Вот. И можем видеть вот этот ангар. Мы будем на него ориентироваться. Такой крупный, крытый. Посмотрим, что тут изменилось и насколько. Пожарная часть. Диспетчерская вышка вот здесь. Ну, здесь ее нету. Диспетчерская вышка на самом деле была где-то в другом месте. Я не знаю где. Так, 2007 год. Вот, давайте теперь 2010. Это строительство новой полосы. И вот по этим снимкам можно видеть, что новая полоса находится севернее, чем старая полоса. И она не в два раза, но она намного больше. То есть новая полоса 4 километра, старая полоса, ну, так чисто визуально, где-то 2,5, может 2,400. Давайте 2012 год. Новая полоса построена. Так же, как и построен новый терминал. Вот давайте приблизим. Раньше мы видели с вами вот это вот здание, видели вот этот вот ангарчик. И старая полоса была, ну, вот судя по вот этим вот залитым вещам черным, она была где-то вот здесь вот. Вот, да, вот это вот старая полоса, там где сейчас рулежка находится. Была построена также высокая диспетчерская вышка, как вы видите, вот здесь вот есть тень от нее падает. Довольно большая тень. То есть вышка была, ну, высокая. Метров 50, может, что-то типа того. Ну, в общем, смотрим. Новый терминал построен. И стояночки самолетов, здесь есть даже гейты. Ну, в общем, все выглядит, если за исключением вот этих вот черных залитых всяких швов бетонных плит, выглядит все хорошо. Кроме этого, давайте посмотрим фотографии, которые я нашел в интернете. На страничке фейсбука есть Донецкого аэропорта эти фотографии до сих пор. Давайте я вам покажу, как выглядел этот терминал. Вот, это проект трехмерный такой вот. Это старый терминал, я так понимаю, это новый терминал. Вот оно в цвете. Значит, здесь двухэтажные Arrival и Depatch на двух разных этажах. Это понятно. Это с другой стороны уже вид. Видим, большие самолеты тут паркуются. Стоянки по бокам для больших самолетов. И, ну, таких уже heavy-heavy. Видим, 747 тут стоит. Так, еще парочку фоток. Вот, еще парочку фоток таких цветных. Вот эта вышка, про которую я говорил. С лестничкой вот здесь вот сбоку. Вот это реальные уже фотки. Вот так вот он выглядит. Так. Выходы, схемы какие-то внутри. Видим, как красиво. Имени Прокофьева. Так, композитор, я так понимаю. И внутри тоже красиво. Все четко. А, 52 метра высота. И двухэтажная вышка. И вот видим парочку таких реальных фотографий. Видим, что здесь две дороги. И есть еще вот здесь вот парковка для автомобилей. Такая с удобным переходом дальше. Еще вышка. Аэросвит еще авиакомпания. Трансайвера руснявая. Донетик. Вот эти два перехода. И вот так вот он выглядит ночью. Такие желтенькие здесь огни. И вот еще фоточка. Еще одна. Ну, в принципе, тут уже дальше ничего нет. Теперь давайте я покажу, как автоматически сгенерированный сценарий выглядит в игре. Для этого я запустил игру без своего дополнения. Код укаси Си. И в симуляторе аэродром аэропорт Донецк существует. Хотя в реальности давайте мы так и не перемотали на то, как это выглядит сейчас. С приходом русского мира разрушено все. Вышка разрушена. Видим, ничего не осталось. Пожарная часть разрушена. На стоянке никого нету. Терминал. Ну, тут нет слов. Просто все разрушено. Ну, все, ничего. Просто ничего нету. Полоса, я не знаю. Ну, заросла. Ну, может быть, за ней даже как-то смотрит. Не знаю. И Донбасс-арена, на которой мы были. Вот она находится. Конечно, она тут тоже выглядит ужасно. Но, так как это конструкция, она вот туда же, видите, какая-то трехмерная штука подгрузилась, что можно вот так вот позаглядывать. И вот старый стадион Шахтера. Вот новый стадион Шахтера. И всего пару лет поиграл Шахтер на ней. Ладно, давайте не будем о грустном. Двигаемся, двигаемся дальше. А пока что смотрим сценарий, как он выглядит в игре. Итак, полоса в реальности. Давайте еще покажем схемы. Какие я смог найти. Значит, вот у меня есть схема прибытия на полосу 0.8. Уже нового. С большой, с длинной полосой. Вот. Тут есть Word DME Донец-115.0. И есть EAF. Это привод. И заход по системе ИЛС был. Учитывая, что есть Word DME, значит, заход по Word DME тоже был. Плюс он еще находится напрямую. И еще по приводам наверняка тоже есть заход, потому что есть привод. И вот расположение то, что тоже картинку я нашел 2012 года. 4 километра полоса и 4 километра на 60. Это самая длинная полоса в Украине. Тут я немножко ошибся, так как точно такая же полоса по длине находится в Борисполе. Итак, смотрим. Здесь у нас 13 077 футов по стандарту. Никаких частот нету. Ну, погоды естественно нету. и давайте загрузимся. Кстати, здесь если вы видите подложки, которые в этой карте Bing, то они здесь еще со старого времени, когда разрушена не было. Ни пожарную часть мы можем здесь различить, можем различить вышку. Терминал здесь еще нормальный, переходы, но уже машин, к сожалению, видите, вообще нет. Так, вот мы загрузились, смотрим, что здесь у нас происходит. Так, ну что самое главное в аэродроме? Как я считаю, это полоса и это пассажирский терминал. Значит, пассажирский терминал, который автоматически сгенерирован, выглядит вот так вот. В принципе, по расположению вопросов нет. Примерно так оно и располагается. Так, что здесь еще интересного? Ну, видим, что один кусок больше, один меньше. Ну, в общем, странно, сгенерировано максимально, хотя силуэт самого терминала есть. Вот, парковка есть, распознанная как парковка автоматически, есть машины на ней стоят. Так, здесь у нас что? Вместо пожарной части у нас, сейчас я быстрее сделаю, вместо пожарной части здесь тоже какое-то здание сгенерированное автоматически. Здесь у нас вышка. Как видите, вокруг вышки и в реальности было такое полукруглое здание, но вышка была, естественно, выше. Здесь вышка, наверное, этажа 4-5, ну, 50 метров это этажи 10, поэтому это не оно. Прилегающая территория здесь ничего особенного, и заранее скажу, что прилегающей территории я много ничего не делал, никаких там редакторов. Так, вот этот старый терминал выглядит тоже похожим на здание, которое мы видели с вами на картах. Едем дальше, перрон, стояночки, тут все есть, и тоже я сюда сильно не лез. Но вот здесь видим для вертолета посадочка, разметка, но здесь все автоматически определилось относительно неплохо. И здесь еще есть такая вот парковочка, ну, в принципе, вот еще можно различить тут склады половно-мостыльных, как это, ГСМ называются, топливо, масло такое, хранится вода может. И вот давайте плавно с вами двигаемся к полосе 26. как оно выглядит. Вот, значит, видим здесь прямо частный сектор на полосе. ремонт кто-то делает, не обращайте внимания. Ну, давайте будем вот так вот снижаться. Видим, огней папи нету, ничего нету. Вот здесь вот стояли локалайзер системы, здесь тоже нету, это только снимок остался на траве. То есть самого предмета здесь нету. Как видим, рулежки и само покрытие выполнено такими плитами квадратными, а сама полоса сделана здесь каким-то таким серыми, ну, тоже серыми невзрачными плитами, но как-то это очень выглядит по-дурацкому. Вот, давайте посмотрим теперь на снимок как это сделано в реальности и в реальности мы видим, что цвет плит плюс-минус везде совпадает с полосой одинаково. То есть полоса белым цветом на серой плитке такой же, как и везде. То есть вот так вот если приблизить прямо конкретных тут линий самой полосы нету. Взяли все, сделали одинаковым бетоном. Вот, и если бы не эти полоски, то что рулежка, не рулежка, выглядела бы это одинаково. Ну, здесь в свою очередь оно выглядит так. Есть вот этот вот указатель ветра, здесь должен будет стоять глиссадный маяк. Так, ну, здесь никаких зданий нету, вот автоматически что-то сгенерировалось. Давайте пролетимся вдоль полосы, посмотрим, как это выглядит сейчас, и вот долетим туда до конца, и покажу, как выглядит сценарий сразу же, который я немножко сделал, подделал, доделал, переделал. Вот, и здесь вот, как вы видели на картах, сейчас я еще раз их открою, на реальных фотках, здесь стоит Word.me, вот он стоит, прямо в торце полосы, то есть, вот здесь вот он должен стоять. Сейчас мы немножко быстрее пройдемся. Так, это курс глиссадный, а, вот здесь вот должен стоять, тут даже на снимке, видите, здесь вот на снимке круглая штука, это Word.me, я тут стоит. И поворачиваемся с вами на торец полосы 0.8, посмотрим, как это выглядит. В общем, вот так вот. А теперь давайте вернемся, и я покажу, что мы тут сделали, что добавили и как это выглядит. Так, мы вернулись с вами в игру, теперь тот же самый самолет, но это не принципиально. Пишем, укази Си Донецк, что мы теперь видим, полоса теперь 4000 метров на 60, и вот если мы нажмем, уже не 13000 чем-то там, а 13123 метра. Частоты у нас теперь есть Tower, Ground и Approach, и есть здесь частоты ЛСА, о чем я покажу чуть-чуть позже в самолете. Итак, давайте грузимся примерно где-то здесь, на этой же стояночке, где мы до этого грузились, и смотрим. Пока грузится, хочу сказать, что я не умею пока делать 3D модели отдельно, и импортировать их в симулятор, поэтому я использую 3D модели других аэродромов, или других каких-то сценариев бесплатных, которые находятся на Flight SimTO, и делаю из этого что-то похожее на то, что в реальной жизни было там по состоянию на 13-й год, 12-й и 13-й год. Вот, поэтому то, что вы увидите, это не самодельная какая-то работа, прям с 3D моделированием, это комбинация разных зданий, которые, стандартных зданий даже. Вот, давайте смотрим пролет, ну, сейчас вы все увидите. Идея в том, чтобы сделать его более живым и настоящим, без претендента на какой-то супер реализм, как оно было. Итак, как всегда, начинаем с терминала, как в прошлый раз и прилегающей территории. Значит, что добавил? Как вы видите, сейчас это выглядит более интересно, я бы сказал. Опять же, это не претендует там левее, правее должен быть этот терминал, где должны быть эти подсветки. То есть, я сделал на свое усмотрение, не затрачивая на это какое-то там 100 часов каких-то условных. Вот, также здесь по мелочам, если присмотреться, можно увидеть, что здесь напидется на Берлин, Брандебург, Airport. То есть, для работы этого сценария, чтобы оно выглядело так же, как у меня, вам нужно будет скачать не просто одну папку, как вы обычно скачиваете со сценарием, где куча моделей, а нужно будет скачать, ну, это в описании, когда на FlightSim.to выложу, нужно будет скачать архив, и там будет папок, допустим, 5 или 10 с этими 3D-моделями, которые подгружаются в игру. И, возможно, докачать какие-то аэропорты через контент-менеджер внутри игры. Ну, в целом, какая была идея? Сделать это более-менее похожим на настоящий. Ну, здесь вот из нереалистичного это вот эта вот достройка сбоку, которой в реальности нету, к терминалу была сделана, потому что только такая 3D-модель была. Вот, терминал выглядит вот так вот. Ничего здесь такого сверхособенного. Крышу тоже я попытался сделать такую вот, как она на фотках. Давайте я сейчас покажу. Вот, смотрите. Вот так вот в реальности тут типа таких 3 этажа. Видите, сделаны стеклянные штуки. И я тоже попытался сделать вот эти вот штучки типов 3 этажа. В реальности они торчат подальше, но я их так далеко не делал, потому что я не хотел переделывать вот эти вот места стоянок, которые здесь есть. Ну, потому что сделать тут сколько-то там, 30 стоянок, для меня это слишком сложно. Нет на это, к сожалению, времени. И те, что есть, и так неплохо подходят. Добавил статические модели самолета для того, чтобы немножко оживить этот аэродром. Вот, видите, стоит Ukraine International 737-800, наверное, или 700, тут не написано. И Azure Air стоит это 7 Boeing, не знаю, побольше, это 767, может, или 3. А, вот, 767-300. Ну, под ним, конечно, ездит какой-то транспорт, который хочет здесь ездить. Так, сам терминал, как вы видите, я тоже постарался сделать в таких типа условных 2 или 3 этажа. Давайте еще с этого боку посмотрим. Вот, здесь типа вход, дорогу здесь, почему-то дорога здесь прерывается, ну, это не так уж и принципиально. И здесь стандартную парковку я добавил, и вот такие вот переходные штуки для того, ну, как в реальности было, то есть, вот вы можете видеть вот эти вот переходные туннельчики, сейчас каких-то других поклацаю фоток, да, вот эти туннельчики, это получается фотка сделана вот с этого вот ракурса. То есть, вот здание, типа оно, тоже колонны есть, тоже нижняя часть меньше, чем верхняя, и вот эти два туннельчика, вот они есть. Добавил тоже так парковочку кастомную сделал, эти здания я не делал, вот парковочку сделал, и вот тут тоже парковочку добавил, потому что эти машинки выглядят как-то поживее, чем те, что автоматически генерируются. Также вы можете видеть здесь кучу столбов, давайте сразу покажу как оно выглядит ночью, здание терминала, и пойдем смотреть с вами другие здания, которые тут есть. Вот, в базовой версии, я не знаю, была ли подсветка, скорее всего, конечно же, ее не было. Так, options, ну здесь вот так быстрее перемотать, то есть, вы видите, что здесь появилась такая, ну, более она стала похожа на терминал, но сам терминал почему-то не подсвечивается, ну, уже как есть. Ничего страшного нету. Теперь возвращаемся в стандартное время. Дальше, давайте посмотрим на пожарную часть. Вот так вот выглядит пожарная часть. Она у меня получилась какой-то двухэтажной. В реальности, я не знаю, какая она была. Она была довольно большой, потому что полоса длинная, и здесь на самом деле две пожарных части. Ну, вот так вот я ее реализовал. Стандартное здание и такие кубики красно-черные. Дальше вышка. Вышка реально метров 50 получилась здесь. Может, даже больше. И вот я сделал ее вот такой вот формой полукруглой. Вокруг тоже парковочки есть. Есть вот эти вот три штуки. Не знаю, это хранилище топлива или хранилище воды или еще чего-то. Здесь вот какой-то самолетик у нас лежит. Вот на подкладке вы тоже можете видеть, что на этом месте стоял какой-то самолет. Какой именно, я, к сожалению, не знаю. И едем дальше в эту сторону. Какие еще кастомные здания добавились. А, ну, видите, здесь вот эта деталь, лестничку тоже добавил. Вот эту вот. Почему-то я не симметрично добавил вот эту подсветку красную. Вот эти два столба. Надо их как-то будет убрать, если у меня руки дойдут. Ладно, едем дальше. еще одна такая небольшая пожарная часть. Вот какие-то здания тут. Красные это столбики с подсветкой. Еще одна такая небольшая пожарная часть на парочку машин. Вот, в эту сторону посмотрели, те давайте в ту сторону посмотрим. Так, значит, вот здесь вот это здание тоже было доработано и сделаны такие вот дорожки к старому терминалу. Ну, как на спутниках снимки типа было. И тоже добавил здесь парковочку с машинами. Статические модели самолетов. Место посадки для вертолета одно и вот там для вертолета другое. Также добавил парочку ангарчиков, пару машин. Ну, так, чисто для, не знаю, чтобы визуально здесь что-то было. Стандартное здание рисовало ужасное, вот типа вот такого. Но это здание я уже не убирал, пускай стоит какой-то типа дом, хрен его знает, зачем он здесь. Вот этот ангар круглый, про который я говорил. Здесь еще какие-то статические модельки я добавил. Вон едет самолетик, едет автобус какой-то. Также здесь на спутниках снимки. Давайте я сейчас покажу. Вот у меня этот снимок, который я делал. Вот здесь вот, видите, есть такая вот парковка. Здесь 4-5 самолетов и топливный склад. Вот этот 4-5 самолетов. Вот они и топливный склад. Вот я тоже их добавил. Вот так вот оно выглядит. Ну, мне кажется, получилось довольно реалистично, неплохо. Здесь тоже какая-то парковка, я так понимаю, это для маленьких самолетиков. Добавил парочку N2, типа такое складское помещение типа терминала и какие-то фуры с штуками какими-то. Ну, в принципе, по перрону так-то это все. Ничего особенного не делал. Теперь передвигаемся к самому интересному. Это, конечно же, сама полоса. Вот. Как видите, давайте теперь ближе к полосе приблизимся. я покажу. Теперь полоса выглядит в один тон с... Ну, может, она чуть-чуть темнее, чем вот эти вот кубики. То есть, как и в реальности, как мы уже смотрели, здесь полоса особо не отличается от... Сейчас я покажу. Вот. Что полоса, что рулежки, оно плюс-минус на одного тона, только есть разметка. мы вот это вот и реализовали. Добавили огнепапи, добавили частоты ИЛСА, добавили вот здесь вот курсовой, видите, здесь, где он должен стоять, там он и стоит. Огнепапи вы уже видите. Ну, давайте тоже сразу ночью покажу, как это выглядит. Вот. То есть, немножко аэропорт ожил. Видим, подсветочка добавилась вот там. Ну, такая не сильно ярая, но добавилась. терминал видно, в принципе, полосу видно, огнепапи тоже работают. Давайте сейчас верну день-ночь. Здесь глиссадный добавил маяк, добавил парочку каких-то зданий. Дальше едем дальше. Что здесь у нас? Какая-то тоже станция с подсветкой, дорога. Так, что еще интересного? Ну, в принципе, с этого торца то же самое. Вот глиссадный маяк, винтсок здесь уже был, курсовой, вот он стоит, вор демьет стоит, вот он, и то же самое давайте сделаем options день-ночь. вот так вот оно выглядит ночью. И еще из штук, которые я добавил, единственное, это я впервые их добавлял, это вот такие вот указатели. Вот, куда сруливать? Видим, рулежка А1, они слишком контрастные, вот видим, рулежки C4, C2, C1 налево, и я на рулежке B, и вот мы так вот можем смотреть, я бы она добавляла этих надписей, вот, и с этой стороны они светятся, но они здесь слишком контрастные, конечно, C4, C2, вон видно. И то же самое, если мы развернемся, с этого бока тоже будут указатели, где, когда, куда поворачивать, можно или нельзя. Вот эти две рулежки, они закрыты, поэтому здесь я поставил вот такие вот крестики. Сейчас я покажу. Вот, вот такие вот крестики типа X, не заезжать сюда. Вышка подсвечивается, ну, в принципе, наверное, я не знаю, что еще показать. Вот так вот это теперь выглядит. Пожарная часть, вышка. Так, теперь частота LSA. Я покажу на скриншотах, что оно работает. Давайте вернемся в день. И камера в кокпит. 117. И видим, пишем локалайзер и до, а ЛС полосы 26 и дистанция 2,4 мили. 109,3. И ДН. Илс 0,8 и дистанция тоже 2,3, потому что мы находимся с вами в одной точке и дистанция вся привязана к вот этой вот штуке. Саму карту я попробую переработать для того, чтобы это было более понятнее, но фактически это идет имитация WordDME, то есть это дистанция до WordDME. Теперь давайте расскажу, почему мы видим одну и ту же дистанцию, когда мы пишем Илс, потому что в реальности тогда не было Илс совмещенной с ДМЕ и дистанцию писала не до Илса, не до торца полосы или до глиссадного майка, а дистанцию писала до WordDME Донецк 115,0. То есть была частота Илс, а дистанцию вот этих всех точек надо было смотреть вот допустим 6,3 от ДОН ДОН это у нас WordDME Но так как в этой игре нету WordDME то я поставил типа датчик приемник это ДМЕ на место где стоит WordDME Поэтому если выполняете схему и вам нужно соблюдать дистанцию 6,3 как вы видите ДОН то это дистанция 6,3 от ИДО будет написано Я эту схему постараюсь переработать и посмотрим что из этого получится И то же самое касается схемы Сейчас я покажу с курсом 0,8 которую я нашел не то 2012 Вот То же самое касается и вот этой вот схемы Здесь у нас схема Илс и нужно ДМЕ И ДМЕ у нас опять же ДОН Вот Донецк WordDME ДОН И дистанция вот этих точек она вот видите дистанция 11,8 ДОН Но так как опять же WordDME не реализована в игре то дистанцию которую вы будете видеть 11,8 она будет привязана к вот этой дистанции WordDME То есть какой бы курс посадки вы не выбирали ставите просто частоту Илса а дистанцию ориентируйтесь вот эту Опять же эту схему я переработаю так чтобы она была более понятна Вот на этом что еще показать А еще давайте покажу вам пример работы системы Илс в самолете вот допустим частота 109,3 курс посадки 0,8 вот и 109,3 работает видим здесь пишет ИДН и здесь показывает вот здесь вот крестик то есть мы находимся видим два белых два красных система заводит это не третья категория которая вас четко посредины полосы посадит но на полосу она вас выведет до минимума как положено никаких проблем не должно быть это с курсом 0,8 и давайте с курсом 26 видим Илс 26 частота 111,7 и вот пожалуйста два белых два красных терминал то есть новый сценарий работает и здесь крестик тоже ну вот мы здесь чуть выше идем самолет снижается и на автопилоте видим глиссаду тоже поймало то есть глиссада работает и опять же эта дистанция которую вы видите 3,7 это дистанция которая условно от в реальности аддона но тут от Илса вот еще одна штука которую я сделал это давайте я покажу вот смотрите я когда навожу мышкой здесь снизу пишет высота над уровнем моря 241 метр смотрим 239 метров этот торец теперь отдаляем этот торец у нас 217 метров вы представляете себе какой перепад высоты 20 метров на удаление 4 километра и это тоже в игре реализовано то есть я брал вот эти вот дистанции 217 метров 221 226 236 и здесь аж 239 то есть в игре полоса тоже будет не прям идеально ровная она будет реально под уклоном идти и короче увидите что она неровная потому что она длинная и это нормально такой перепад высоты так ну вроде все поэтому смотрите скачивайте или архивом под этим видео с google диска там будет только этот аэродром или возможно там будут все мои аэродромы в одной пачке вместе с гастомирем и всем остальным для того чтобы не было там 10 архивов по 5 гигабайт я все запакую в условный один архив 10 гигабайт и там будет все данные или заходите на flight sim.to и качайте все отдельно как там написано на сайте flight sim.to все всем спасибо за просмотр слава Украине до встречи субтитры